всем привет на моем канале вязание сегодня у нас будет болталочка это будет новый тег который мне прислала подписчица моя в инстаграме я на нее оставлю вам внизу оставлю ссылку на ее страницу в инстаграме болталка будет длинная я уверена потому что вопросов много и вопросы все довольно такие требующие скажем так развернутых ответов я буду отвечать честно я их прочитала конечно же перед тем как снимать и вязать я сегодня буду носок потому что больше мне вязать без видео нечего или нужно подсматривать в какие-то записи поэтому сегодня будет носок я уже вчера связала пятку и вот начала вязать вверх да и буду выключил данила телефон потому что по-другому нет возможности у меня снимать видео один гаджет всего и неудобно значит название тега кто я как блогер и кто я как подписчик здесь 19 вопросов они все как я уже сказала довольно такие обширные но я люблю поболтать и думаю что вы не будете против заодно мы проверим кстати как у меня стол записывать телефон потому что если вы смотрели какое-то из последних видео наверно слышали о том что у меня были проблемы с телефоном моим он постоянно не сохранял видео которое записывал то есть я могла час говорить и потом в конце нажать на стопы и она куда-то улетучивалась значит первый вопрос почему именно так вы назвали свой канал значит кора у меня называется алина вяжет я думаю что вы все об этом знаете как появилось название но само название вообще как появилось мне трудно сказать но именно самого изначально потому что самом начале было название не канала было название группы вконтакте я когда-то там решила вязать на заказ а вообще на самом деле в самом начале еще 2000 по моему четырнадцатом году или может быть даже в двенадцатом году я создавала группу вконтакте мне хотелось тогда создать группу вконтакте где бы я собирала всякие схемки она была в открытом доступе я туда приглашала разных своих вяжущих и не вяжущих подруг думала как-то народ привлечь к этому делу и была у меня обычная группа не касающиеся именно конкретно моей деятельности вязальной а вообще в целом до провязание что-то типа какого-то форума и этой группе нужно было названием и как раз таки тогда вконтакте появилась эта мода может быть это и раньше появилась ли об этом просто не знала появилась такая штука что можно было в адресной строке забить как-то название группы чтобы это было не вк группа там три тысячи восемьсот девяносто шесть да а забить конкретное название и мне тогда казалось что это будет круто я должна это сделать и поэтому я решила придумать название и в общем то не помню уже почему я написала именно так именно так написала вяжет потому что я знаю что написано неправильно всегда об этом знала ну наверное я решила как то может у меня какая-то задумка тогда было так именно изобразить перевести да вот это слово вяжет на латинские буквы не знаю в общем как там сложилось случилось так потом впоследствии эта группа была закрыта потому что не было времени и заниматься потом эта же группа стала группой которая наполняла для вязания на заказ когда искала клиентов для себя и так она и называлась мастерская алина вяжет да то есть получается что название возникло вообще давным-давно и прошло даже несколько скажем так предназначение было до сначала это было просто какая-то вдохновляющая группа потом как группа магазин можно так сказать но потом когда появился канал и вязание когда вообще возникла идея я даже если честно у меня и мысли никогда не было кто по-другому назвать мне казалось что это уже за мной закрепилась как-то и зачем мне что-то придумывать если название уже есть поэтому название канала алина вяжет до придумано уже очень давно и существует в таком формате так оно написано так как я его когда-то в первый раз написала значит второй вопрос как бы вы хотели чтобы к вам обращались подписчики друзья по интересам вязание друзья немножко наверное я не понимаю смысла этого вопроса но если я понимаю правильно это никакого скажем так никакой важности мне точно не нужно я хочу быть обычной алина какой я всегда была я в принципе я и остаюсь и никаких приставок из серии госпожа нам или мастер или а что там есть в борьбе всякие там глупо мне это совершенно не нужно это будет только меня злить наверное но быстрее так чем как-то комплиментом вряд ли это мне станет вот поэтому я бы хотела чтобы даже спустя еще какое-то время да вдруг мало ли что-то супер-пупер как-то изменится я хочу все равно оставаться обычной алиной ульянович и в принципе я хочу оставаться на одной волне со всеми подписчиками и хорошими вязальщицами и с начинающим если об этом речь да если я правильно понимаю суть вообще вопросов ну и в принципе мне кажется что я и в данный момент так общаюсь со всеми девчонки которые у меня здесь в городе вот кто-то даже вяжет моим мастер-классом никогда у меня не было мысли это действительно так чтобы как-то там поставить себя выше чем они потому что я вижу там подольше или потому что они связали по моему мастер-классу мне это приятно мне здорово что у кого-то что-то получилось ну и все и на этом все никакой важности от этого я не испытываю так третий вопрос смотрите ли вы свое отснятое видео если да то какие эмоции при этом испытываете значит свое видео я смотрю каждый раз когда монтирую я монтирую все видео практически все видео на канале у меня с монтажом буквально в начале вот немножко там не почиканное видео пока еще у меня не было редактора такого и есть одно видео которое нужно было срочно снять оно тоже не порезанное потому что я тогда торопилась а так у меня все видео с монтажом соответственно когда я их монтирую я их пересматриваю что-то лишнее обрезаю какие-то немые паузы кашель ну возможно какой-то шум такой ненужный поэтому естественно я все видео полностью каждое пересматриваю бывает даже приходится и по два раза когда что-то с редактором случится и приходится монтировать дважды ну и бываю бывало даже такое когда нечего было смотреть на ютубе и я ходила смотреть свои видео но это было буквально по моему один раз и то с определенной целью то есть мне нужно было прослушать упоминала ли я какой-то конкретный момент я уж не помню о чем там была речь но я конкретно искала говорила я это или нет вот и иногда я пересматриваю свои мастер-классы например по ананасскому платью почему бы и нет зачем мне возиться если можно посмотреть готовое видео в котором под диктовочку все просто быстренько связать в данный момент идет совместник по ананасам и я убавки вяжу под свое же видео ну удобно почему бы и нет и еще могу пересмотреть уже загруженное на канал видео обзор про пряжу какую-то определенную если вдруг я вязала образцы давно например к одному изделию я вязала к примеру когда вот допустим вязала капучиновый топ из Alize cotton gold у меня остался там образец плотность у меня вряд ли поменялась и я решила связать еще одну работу вот платье когда вязала я не вязала новый образец я залезла в мастер-класс и оттуда слизала свою же плотность в принципе этим себе сэкономила время и вот бывает когда смотрю обзор пряжи свои же да если мне допустим я хочу из былы повязать какой-то проект зачем мне вязать новый образец если я в своей плотности уверена у меня плотность очень редко меняется я бы это заметила однозначно потому что я много внимания там уделяю и если бы у меня плотность изменилась я бы конечно взяла образец новый это вообще правильно связать каждый раз новый образец ну вот я решила таким образом себе время экономить ну а по поводу эмоций первое время вы знаете когда пересматривала видео для того чтобы его смонтировать было ужасно как-то неловко в какие-то моменты может быть даже было бы стыдно потому что я уверена что в принципе наверное так у всех когда слышишь свой голос в записи кажется он ну таким отвратительным что хочется или выключить или заткнуть уши или что-нибудь сделать с этим хоть ты эффекты какие накладывай но я к своему голосу кстати вот в записи это и привыкла не так возможно быстро как хотелось бы но вот сейчас когда я уже слушаю свои мастер-классы ну когда их монтировать никаких негативных таких вот отвращающих эмоций я уже не испытываю ну голос и голос привычный я к нему привыкла совершенно уже спокойно на это реагирую ну а какие-то другие эмоции не знаю бывает даже не могу сама себе посмеяться бывает что-нибудь такое знаете бывает у меня саркастичное настроение я могу что-нибудь пошутить и потом несколько раз переслушивать для того чтобы понять стоит ли этот момент оставлять в видео возможно не все такие шутки понимают в общем ну да могу и поражать сама себя тоже почему бы и нет значит четвертый вопрос слово паразит от которого вы хотите избавиться ой ну паразитов у меня много я это хорошо знаю и у меня знаете как паразиты наверное сезонные можно так сказать нет одно время я часто употребляла в принципе я и сейчас в принципе употребляю довольно часто это словосочетание ну разные слова паразиты были каждый раз замечаешь когда особенно монтируешь когда говоришь этого не замечаешь но когда монтируешь прям слух режет и для себя я ставлю галочку так надо в следующий раз говорить меньше вот это слово начинаешь стараться и в итоге получается потом когда пересматриваешь видео монтируешь что это слово да ты не говорил зато в принципе есть какое-то другое и я еще хочу очень избавиться хотелось бы это вообще в принципе в принципе да в принципе это не очень реально но было бы неплохо я не знаю сколько лет должно пройти сколько будет лет каналу когда я научусь не экать не мэкать вот этого не делать ничего меня это в принципе не смущает опять в принципе меня это в общем не смущает совершенно и когда я смотрю другие каналы меня это тоже никак не раздражает я на это даже внимания не обращаю поэтому я длинные какие-то мэкалки да уже совсем вырезаю обычно оставляю просто потому что если каждую мэкалку вырезать то потом получается слишком частая нарезка видео и редактор тогда намного дольше это все исправляет склеивает в один кусок поэтому что-то такое критичное конечно я стараюсь вырезать но обычные вот эти мэмэ оставляю потому что я слышу что я не одна такая и в жизни мы все так разговариваем знаете это даже иногда не больше не пауза для того чтобы поймать какую-то мысль да то есть я знаю что мне нужно говорить это просто как какая-то вот не знаю может быть особенность разговора такая вот манера но я и в жизни так разговариваю мне кажется иногда это очень даже полезно так пять пятый вопрос какие каналы на youtube вы не смотрите ни за что на какие темы эти каналы о чем эти каналы значит я вообще на самом деле на ю тубе очень редко что-то смотрю помимо каналов о вязании да я не смотрю там какие-то кулинарные каналы или там каналы о бытовых с детьми я могу на ю тубе посмотреть информацию не касающиеся вязания если это какой-то насущный вопрос вот как допустим там выходные нам нужно было с собакой разобраться ну конечно мы в первую очередь пошли на youtube там решили что не знаю баскетбольное польцо сделать пошли на youtube посмотрели там какие-то рекомендации кто уже делал то есть по ходу движения жизни да какие-то вопросы возникают идешь на youtube смотришь информацию а вот так чтобы что-то смотреть какие-то каналы не так у меня много времени вообще на просмотр в целом да всего этого я телевизор практически не смотрю и youtube я смотрю вот ну только тех влогеров изальных на которых я подписана из влоговых каналов я смотрю только один канал а каналы которые я никогда не стану смотреть их достаточно кстати много все эти каналы глупые я бы сказала это какие-то каналы я бы просто их все поубирала если бы я могла если бы это было в моих силах моих эгоистичных силах я бы эти все каналы продавляла это что-то связанное в моей голове есть такие вещи возможно для кого-то это не так ужасно но вот я иногда вижу конкретную пропаганду какого-то насилия какого-то нездорового образа жизни какого-то жестокого обращения неважно с чем с детьми там с людьми с животными не знаю с имуществом все это для меня очень-очень остро я в штыки это все воспринимаю если бы была моя воля я бы это все поудаляла чертям собачьим вот youtube стал бы чище мир стал бы добрее потому что сейчас конечно хоть youtube вводит новые всякие правила да для того чтобы можно было скажем так спокойно вести свой канал все равно я бы еще ужесточила вот значит шестой вопрос какие каналы на youtube вас привлекают помимо вязания например о кулинарии о кино и т.д. ну вот как я уже сказала ничего мне больше не привлекает я была одно время подписана на каналы некоторых артистов но потом поняла что и это я не смотрела я не смотрю подписывалась вот у меня только один влоговый канал в подписках попробую сейчас вспомнить что еще у меня есть вроде бы больше ничего у меня нет бьюти каналы я не смотрю кулинарный канал я не смотрю просто потому что если мне вдруг что то захочется такое прям оригинальное приготовить то я ну зайду и посмотрю когда мне нужно будет это так в основном даже не в основном 99 процентов моего контента который у меня в подписках это все каналы о вязании я даже в принципе о других видах хобби тоже не смотрю меня немножко интересует шитье там немножко интересует вышивка мне это все интересно посмотреть готовые работы послушать кого то но даже об этом я не смотрю потому что иногда не хватает времени даже на вязание пересмотреть все поэтому я не так часто подписываюсь на новые каналы так бывает обычно что если в подписках у меня например плюс 5 новых каналов за месяц да то обычно спустя какое-то время минус 5 каких-то других у меня будет кто-то перестает перестает снимать кто-то не знаю у кого-то корона вырастает поэтому очень часто я и отписаться могу вот поэтому можно сказать что я кроме вязальных каналов в принципе особо ничего не смотрю так дальше участвовали ли вы в конкурсах и выигрывали ли если да то что участвовала в конкурсах несколько раз буквально наверное три раза первый раз в общем один раз я даже не помню зачем я участвовала то ли меня просили поучаствовать то ли что второй раз я участвовала в розыгрыше на канале у девушки вот тоже молодой блогер Катя ее зовут сейчас она не снимает но она вроде в положении была когда вот последние видео снимала поэтому в принципе понятно почему пропала она там разыгрывала спицы и носочную пряжу а еще раз участвовала в розыгрыше опять же для того чтобы просто больше поддержать у Дайги на канале Дайга разыгрывала спицы и дундагу вот сегодня она в кадре не конкретно эти пасмы которые я тогда выиграла в общем тоже тогда тоненькую дундагу я выиграла не знаю каким волшебным образом это случилось но я была в шоке мне тогда перепала две пасмы дундаги 6.1 тоненькая это стопроцентная шерсть кто не знает и спицы Адди по-моему тройка на или три с половиной на леске 50 см ну в общем точно уже не помню потому что давновато уже получается было ну а так если честно я не участвую в розыгрышах прям так активно чтобы какие-то репосты постоянно делать на себя на странице не особо я верю в свою удачу наверное это во первых во вторых я просто за этим не слежу меня даже если в инстаграме кто-то отмечает в каких-то розыгрышах я больше если честно раздражаюсь потому что я вся такая последнее время каждую долю секунды стараюсь больше уделить работе пока есть такая возможность а уже все эти розыгрыши ну мне просто в целом ничего не нужно если бы разыгрывали не знаю тонну штукатурки я бы поучаствовала в этом розыгрыше но пряжа спицы как бы у меня в доставке поэтому я особо ни в чем не участвую только если вот поддержать кого-то из знакомых вот поэтому выигрывала всего один раз за последнее время что помню ну и вот подвезло мне восьмой вопрос приносит ли вам ваш канал заработок если да то сколько можете не говорить сколько значит естественно я монетизирую свой канал вы все это прекрасно знаете вот эти рекламные ролики которые появляются посреди моего видео это и есть мой доход если подписчик смотрит видео и не пропускает рекламу то блогеру капает какая-то денежка я думаю что вы об этом все знаете уже особенно кто со мной давно мои зрители уже давно прошли экзамен по монетизации я не могу сказать сколько я зарабатываю просто потому что это понятие совершенно нестабильно я вам могу сказать что в среднем у меня выходит зарплата которую я зарабатывала на последней работе вот сдаваться в цифры не буду просто даже потому что я считаю что не то чтобы мне есть что скрывать а просто для того чтобы ну не всем эта информация нужна своим я рассказать могу а чужим даже не собираюсь просто для того чтобы меньше знаю крепче спят вот и все там нет никаких сумасшедших денег поверьте на слово обычная зарплата обычные рабочие женщины в беларуси вот так и ясное дело что если бы не было никакого дохода никакой возможности заработать на канале вряд ли я бы ввела его в таком формате да вряд ли был был бы именно такой контент но канал скорее всего вот был бы но такой хлюпенький то есть минимум видео просто больше для развлечения есть возможность заработать почему бы мне этим не воспользоваться если мне это нравится если я от этого получаю удовольствие вы от этого получаете удовольствие почему бы и нет вот и всем кто заводит свои каналы для того чтобы заработать в первую очередь я вам могу сказать только одно что для того чтобы заработать на youtube вот здесь да на монетизации своих роликов если говорить конкретно только про рекламу не про сотрудничество с какими-то не знаю представителями которые платят деньги за рекламу потому что на моем опыте ни разу такого не было предложения были но то что предлагают рекламировать мне не подходит я не хочу рекламировать там какие-нибудь тайские таблетки или какие-нибудь игрушки детские просто потому что у меня контент о вязании я не хочу ничего брать для рекламы даже для сотрудничества не касающегося вязания но не знаю почему но вот мне кажется что это правильно хотя когда девчонки на своих каналах показывают какую-то такую рекламу да я никогда не возмущаюсь мне вообще без разницы я просто пропущу если мне не нравится но могу даже посмотреть вот поэтому если говорить конкретно о монетизации то есть рекламках вот этих которые выскакивают на роликах если вы хотите на этом заработать то могу вам сказать только одно что это строит немаленьких трудов и придется хорошенько попотеть чтобы заработать что-то чтобы сказать что ты зарабатываешь да ну в общем у меня получилось я в принципе этим горжусь почему нет значит девятый вопрос чтобы что вас больше всего его привлекает в блогерах людях можно привести пример блогера и описать его личные качества ну если я начну сейчас приводить конкретных людей то это будет много я мне проще рассказать какие видео я смотрю да какие качества мне важно чтобы человек был открытый не на сто процентов а в меру необходимости да если это обязание то пусть он будет открыт в теме вязания я люблю людей честных я люблю людей позитивных я люблю людей с чувством юмора которая умеет над собой посмеяться но в меру потому что вчера встретила на ютубе такую девушку там у нее по-моему перебор с этим вот и люблю когда человек умеет рассказывать я не знаю насколько хорошо умею рассказывать я но бывает встречаешь блогер вроде вот приятный человек голос очень приятно и вяжет красиво но ничего не рассказывает вот видео о готовых работах я связала кофту вот вот кофта пряжа лизала на голод так а вот у меня шапка никаких предысторий никаких рассказов а мне этого прям очень не хватает чтобы вот прям как будто знаете познакомился с кем-то и в истории окунулся вот поэтому ну все в принципе как обычно как в жизни добрые позитивные искренние люди которые действительно любят свое дело которые увлекаются вязанием потому что это интересно не потому что на этом можно заработать ну и чувство юмора это наверное одно из самых главных качеств которое должно быть у блогера и еще очень хороший приятный голос не режущий слух я никому никогда не предъявляла претензии по поводу там голоса но если человек голос который мне неприятен я знаю что кому-то и я неприятно то я просто не подписываюсь и не смотрю вот и все десятый вопрос писали ли вы когда-либо кому-либо негативный комментарий ваше отношение к этому если да то ответили ли вам если нет могли бы вы написать под видео сомнения я знаю что оно негативное так негативный комментарий со своей стороны то есть чтобы я начала негатив я ни разу не писала однажды я написала свое мнение по поводу пряжи которого слишком резко обругали и я просто высказала свое мнение что не такая что пряжа плохая я вот работала и мне понравилось была послана в прямом смысле этого слова не ожидала честно говоря ну каждый знаете в меру своей распущенности себя ведет вот просто знаю что с этим человеком я не на одной волне и еще однажды как бы писала комментарий но не с целью кого-то там обидеть просто поинтересовалась а вот человек принял его за негатив какой-то и видимо девушка это обиделась хотя ничего плохого в тот момент я не это не не подразумевала да ну а так какие-то негативные комментарии из серии там ты там плохо себя ведешь ты там такой сякой я не пишу вообще просто я выключаю эти видео их не смотрю потому что знаю что все мы люди разные и для каждого контента есть свои зрители писать что ты с чем-то не согласен но это немножко глупо да потому что найдется человек который с тем мнением будет согласен и это будет зритель того блогера но не мой потому что со мной соответственно он будет не согласен поэтому я просто не вижу смысла в этих негативных комментариях если вдруг сложится сложится так что коснется даже вот может быть обсуждением ну например меня то я даже в таком случае не полезу ничего выяснять просто потому что это просто как опуститься до уровня человека который замутил скажем так вот эту кашу поэтому не пишу я настроена на позитив всеми своими нотами и стараюсь вообще быть дружелюбным человеком одиннадцатый вопрос важны ли ли важны ли вам лайки и дизлайки под вашими видео и почему было время в самом начале ведения канала когда я считала тоустидела за лайками дизлайками и когда появлялся lord дизлайк на моем видео я прям расстраивалась потому что не понимала как так ну я вроде никого не обидела потом я поняла что дизлайки могут стоять не потому что ты что-то плохое сказала или кого-то обидела просто потому что человек может таким образом высказывать свое мнение которое не совпадает своим то есть я рассказываю альзе cotton gold хорошая пряжа а человек так не считает он буквально недавно закончил какой-то процесс неудачный из этой пряжи и соответственно нет негативное впечатление сложилось от этой пряжи и понятное дело что он просто на эмоциях поставят этот дизлайк потом было время когда мне стало совершенно безразлично количество лайков и дизлайков ну а сейчас меня это немножко ну иногда смешит и не знаю не было бы дизлайков но это было бы как-то тоже странно иногда количество да иногда количество удивляет думаешь что и что этом такого же сказала что она столько агрессивно было принято видео публикой но где-то в середине осени я поняла что есть определенная категория людей которые просто знаете как будто бы для этого и живут прийти написать какой-то негативный комментарий блогеру поставить дизлайк испортит настроение они наверно как-то вот ну знаете вампиры такие наверное уже вокруг себя всех поели все от них сбежали поэтому они приходят на youtube их никто не знает им никто ничего не скажет лица у них нет имени у них нет это какая-нибудь там орлица 346 очень легко скажем так за всякими никами и картинками ромашек скрывать свою не самую добрую рожуца но в общем то так сложилось что у этих людей наверное что-то в жизни не очень хорошо что ж поделаешь поэтому я сейчас не очень хорошо отношусь дизлайкам потому что не помню сколько уже времени прошло когда youtube изменил раньше как бы количество дизлайков а не играла роли на популярность видео сейчас делали так что дизлайки опускает видео в рейтинге и поэтому но не могу сказать что я реагирую на это плохо и ничего с этим сделать не могу да то есть дизлайки будут всегда и я не могу сказать не ставьте мне дизлайк вы все равно поставите кто хочет можете кстати даже сейчас посмотреть да вот видео еще не закончилось а дизлайки скорее всего уже есть и ничего с этим поделать нельзя но я просто для себя знаю что вот есть такая штука что дизлайки вот так скажем то есть но это как то что тот от чего никуда не денешься к сожалению вот значит дальше у нас будет двенадцатый вопрос как вы относитесь к тем подписчикам которые пишут негатив чтобы вы им сказали у меня понятие негатива знаете оно такое но довольно ограничено когда мне человек пишет какое-то отличающиеся от моего мнения мнение да свое какое-то вот не согласен со мной для меня это не негатив для меня это как человек вышел на контакт я тоже бываю с чем-то не согласна и в принципе я правда не пишу об этом просто мне времени своего немножко жалко она у меня я могу его потратить больше пользы а бывают такие комментарии когда вот ну кто-то решил прицепиться к там не знаю к чему голосу к циканью к тому же дак мэканью фэканью картавости моей например ну таким людям я могу пожелать быть добрее вот и все потому что если вас в жизни кто-то обидел это не значит что вы должны сейчас пойти и всех тоже обидеть потому что когда-то к вам опять это вернется счастливее от этого вы точно не станете просто нужно не принимать негатив на себя и тогда все будет хорошо поэтому все вот эти комментарии я уже но я не то чтобы уже вообще не переживая бывает знаете так напишут это я не могу сказать что я вот на свой счет принимаю что как так я же хорошая почему мне так сказали я больше всегда думаю но почему этот человек решил что у него есть право кого-то осуждать но почему вот ему не хочется заняться своей жизнью ну что я уверена что у каждого у нас есть какие-то мелкие там трудности хлопоты заботы до куда нужно посвятить время я лично к ютубу в youtube прихожу да вот когда я не как блогера как зритель прихожу для того чтобы расслабиться они для того чтобы слить свой негатив куда-то потому что больше некуда нужно научиться негатив перерабатывать положительную энергию тогда все будет хорошо вот поэтому кто пишет негатив это как те люди которые вы дизлайки ставят но вот как-то они решили что так им будет легче жить хотя мне кажется еще не чью жизнь дизлайки не изменили в лучшую сторону из серии ну из рода зрителей да так 13 вопрос дружите ли вы близко с кем-то из ютуба если да с кем и как давно дружба моя вообще изначально мой youtube начался скорее до зарождения какой-то дружбы это канал и рчбай я думаю что вы все прекрасно знаете что мы с сырой уже в хороших отношениях получается третий год да и вообще в целом у меня довольно много подруг хороших таких вязальных ну подруг может быть для кого-то громко сказано но в общем-то очень хорошие близкие люди которым я уже прикипела которая мне все как родные с которым я познакомилась благодаря вообще введению канала с его да то есть как-то я их нашла кто-то меня нашел поэтому в этом от канала конечно от огромный плюс ну а в целом я вот очень часто с youtube общаюсь с ильчик бай и соленой паращенко соли северное вязание они танит лесеби 52 марина ягодка бота зефирное кружево ирина вот красота но к сожалению его канала закрыла но так вот мы общаемся очень часто и почти что каждый день так 14 вопрос как вы считаете можно ли найти настоящих друзей на ю тубе но дело тут не в ю тубе там настоящих друзей можно найти всегда везде главное чтобы действительно стали друг для друга по-настоящему близкими поэтому youtube не исключение почему нет если так судьба сложится то можно и здесь найти настоящих друзей 15 вопрос если бы была возможность чтобы вы приобрели для своего рукодельного уголка если бы была возможность мой рукодельный уголок в первую очередь это мой съемочный стол да то есть что касается конкретное вязание то есть когда я не снимаю просто вижу да то может быть в будущем когда уже будет обустроен дом я бы хотел какое-то очень удобное кресло с каким-то удобным светильником которое будет направлять свет конкретно на вязание а если говорить о видении канала то хотелось бы все таки в будущем приобрести видеокамера все-таки специализирована для съемки и хотелось бы приобрести хорошее освещение что мне так и не удалось в этом году просто потому что ну в общем хотелось сильно не раскошелиться да но не получилось потому что то что я хотела купить подешевле но особо ничего мне не изменила поэтому денежку на свет я отложила в коробочку и лежит она ждет когда туда что-нибудь еще прибавится для того чтобы потом в будущем я могла уже с освещением разобраться но так проблем со звуком у меня нет каких-то дополнительных аксессуаров инструментов нет необходимости покупать со спицами у меня полный комплект спряши в принципе тоже всякие другие причиндалы серии там счетчики маркеры ножницы не знаю булавки иголки это все у меня также есть крючков у меня тоже целая куча пуговицы все это я уже себе прикупила запасла захомячила в полной мере даже с деревянными вот всякими приспособами мужа приобщила к тому чтобы он не делал разные шкатулки поэтому особой такой острой необходимости в чем-то у меня сейчас нет ну вот хорошо себя чувствую я 16 вопрос следите ли вы за тем что происходит в мире смотрите ли новости новости не смотрю по телевизору когда последний раз смотрела новости даже вам сказать не могу наверное еще в школу ходила и смотрел их не потому что мне было интересно потому что новости смотрела моя мама то есть мне по факту не то чтобы не интересно что происходит в мире просто по телевизору очень много всего не очень хорошего показывать не очень доброго больше все-таки показывать эти происшествия всякие чупы дтп а я человек очень эмоциональный и очень впечатлительный у меня бурная фантазия я потом это всю сню неделю и хожу такая аварийная поэтому я стараюсь себя от лишнего негатива отрезать скажем так ну и новости не смотрю а если мне захочется что-то вдруг узнать что всегда есть рукой интернет в наше время зашел и почитал что тебе интересно поэтому нет у меня такой скажем так тенденции до быть в курсе всех событий вокруг меня с моими близкими все хорошо я не все знаю мне этой информации предостаточно так 17 вопрос чтобы вы сказали вашему президенту если бы такая возможность у вас была ой нет я не хочу отвечать на этот вопрос просто потому что знаете для того чтобы быть президентом нужно быть очень умным человеком и в этом что-то понимать мне до президента явно очень далеко я могу быть президентом вязания хотите тут я могу что-нибудь рассказать а нашему президенту давать советы слишком великая честь уверена что он гораздо умнее меня несмотря ни на то что не все довольны тем как у нас сейчас белоруссии проходит жизнь да но мне кажется что ну не все так просто не такие там все дураки сидят значит просто еще может быть что-то не доработали со временем все у них получится поэтому я все же склонна не осуждать нашего президента я как бы и не за но и не против вот так я скажу всему свое время все будет скоро хорошо поверьте я узнавала дальше 18 вопрос понравился ли вам так и нравится ли вам открывать открываться подписчикам так довольно неплохой да вот еще бы мне сегодня нос отложила я бы наверное лучше рассказывала аллергия не дает мне покоя и к подписчикам я всегда открыта даже мне кажется сверх открыто да что-то можно было бы и утаить но вот в общем такое человек в целом я всегда как бы не особо скрытная может быть это не всегда играет мне на руку но какая есть меняться сложно обычно людям я особо не собираюсь меняться поэтому если есть кому открыться если людям это интересно и важно в хорошем смысле слова да если люди за меня как-то болеют переживают если люди хотят со мной общаться если люди со мной на волне на 1 это я только этому рада если кто-то вдруг узнает для себя какую-то информацию для того чтобы придумать новую сплетню но это их выбор от этих людей все равно никуда не деться поэтому даже об этих людях я не думаю и последний вопрос 19 кому из блогеров вы передаете эстафету этого тега так я передаю эту эстафету алене паращенко что-то у нее там давно видео на канале поэтому алена держи эстафету для тебя и для всех вас есть в инфобоксе вопросы этого тега я подпишу автора девушку зовут марина и у нее на странице в инстаграме по ссылке можно найти эти вопросы ну или вот здесь у меня в инфобоксе ну а я буду закругляться думала я немножко больше наболтаю но что-то мне совсем тяжело дышится не могу сейчас пить никакие таблетки от аллергии просто потому что жду консультации врача то есть мне нужно попасть на прием разобраться с этим вопросом от и до да я не хочу всю жизнь пить таблетки то что я уже устала если честно от бешеного количества их думаю что это тоже не очень хорошо то что как начинается весна у меня начинаются проблемы с дыханием пыльца это пыль поднимается и я не могу спокойно выйти на улицу у меня ринит конъюнктивит аллергические реакции которые не очень скажем так безопасны для здоровья поэтому не очень я могу долго разговаривать вот поэтому на сегодня буду закругляться ничего это толком не провязала вот кстати по таким носочкам есть на канале мастер-класс оставлю давайте вам ссылку это носки такие полу резинка да хорошо сидят по ноге и они с пяткой бумеранг вот хотела связать классическую пятку но увлеклась и забыла и как-то на автомате связала опять бумеранг вот ладно все буду на сегодня закругляться спасибо вам большое за просмотр не забудьте подписаться на канал если вы еще не подписаны не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео и мы с вами спасибо скоро увидимся следующих видео пока